Выборы прошли с минимальным количеством нарушений, рапортует избирком Ивановской области. В понедельник утром на планерке губернатора были названы первые итоги голосования без учета зарубежных избирательных участков. К 11.00 удалось обработать 98% бюллетеней. По федеральному округу за Единую Россию 42,45% голосов. 18,27% ивановцев отдали предпочтение КПРФ. 17,87% – либерал-демократам, у «Справедливой России» – 7%. По спискам прошли четыре парламентских партии. Это «Единая Россия», это КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Возможно, отдельные депутаты пройдут и от других партий, но все-таки наши люди подтвердили доверие к такому политическому составу Государственной Думы. По одномандатным округам тоже без сюрпризов. Мэр Иванова Алексей Хохлов и председатели региональной общественной палаты Юрий Смирнов, по-видимому, отправляются в Государственную Думу. Что касается одномандатных округов, 91-й округ лидер Хохлов Алексей Алексеевич, у него результат 41%, 92-й округ Смирнов Юрий Валентинович, результат 37%. Явка избирателей в Ивановской области по общефедеральному округу составила 38%. Наиболее активным оказался Верхний Ландиховский район. Там проголосовали почти 70% избирателей. В аутсайдерах – советский район города Иваново – 28%. Личным примером явку поддержал губернатор Павел Коньков. 18 сентября он отдал свой голос в деревне Иванцево по месту прописки. Вместе с супругой глава региона пришел на избирательный участок в 10 утра. К этому времени свой гражданский долг уже исполнили 10% избирателей. На самом деле очень активно готовились к тому, чтобы привлечь людей на участки. Я не знаю, тест-драйф, я не входила еще в участок, выехала машина. Потом организована торговля, как в старые добрые советские времена, выпечкой, книгами и так далее. Более того, мы проехались практически по каждому избирателю, каждому лично вручили уведомления, извещения о том, что составятся выборы. Пригласили всех на избирательные участки. Мне 65 лет, я на свете пожил. У меня теперь дети, внуки. И, конечно, хочется, чтобы они жили в сильной России, в экономически развитой. Жили, чтобы хорошо. Хорошо работали, получали хорошую зарплату, хорошо отдыхали, имели возможность хорошо воспитать детей. И я верю, что так будет. Депутаты Госдумы не так далеко, как могут показаться. Только с их поддержкой удается разрешить проблемы, возникшие на местном уровне. Конечно, примитивно этот процесс понимать нельзя. На самом деле, мы готовим прохождение законов, которые важны для Ивановской области. Как правило, мы стараемся заручиться поддержкой других регионов, для того, чтобы решение действительно прошло. Потому что предложений по изменению законодательства поступает в Государственную Думу тысячи и тысячи. А все-таки принимаются из них далеко не все. И в этом плане наши депутаты, они являются мотором, они являются организаторами этого процесса. И тот человек, которого мы изберем, он на самом деле проводит для области очень серьезную и важную работу. Выборы заканчиваются, начинается работа, резюмировал губернатор на утренней планерке. Вероятно, не за горами неожиданные кадровые решения и долгая процедура избрания нового мэра Иванова. Елена Белова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иванова.